Как назывались лужи в Древней Руси? Что нельзя было обсуждать за обедом у российских императоров? Ответы на эти и другие вопросы уже завтра. Страна-легенд возвращается. Новое противостояние. Вас ждут тайны, легенды и мифы. Второй тур интеллектуальной битвы открывают команды «Большая перемена» и «Молодежный парламент». Впечатления максимально положительные. Новый соперник, новый опыт. Все такие взрослые, такие умные, когда узнала, что команда учителей, если честно, еще сильнее начала переживать, потому что я недавно только школьницей перестала быть и действительно сомневалась. Но я надеюсь, что все будет у нас очень хорошо. Новая фишка. Телезрители смогут услышать обсуждение знатоков. Неожиданные версии, интрига и напряжение. Будет все. У нас за первые пять игр был только один случай, когда не прозвучал последний вопрос. Таким образом, уже 39 вопросов было в первом туре. В этом турнире вопрос еще сложнее и интереснее к составлению подключили историков. В этом доме 17 века побывало много известных личностей. Говорят, именно здесь Наполеон сказал свои знаменитые слова. «Великому человеку ничто не мало». А Василий Жуковский, наставник будущего императора Александра II, в порыве вдохновения написал стихотворение, последние строчки которого звучат так. «Здесь родилась великая Россия». Мы не спрашиваем, в какой стране находится этот дом, но кто в нем жил? Очень интересные вопросы были. В этот раз вопросы намного были поинтереснее, чем в первой игре. Нам больше понравились, по крайней мере. Конечно, нервничали немножко так. Чуть-чуть мандраж был. Хорошо, что мы синхронно с командой противником играли. То есть, в принципе, ответы схожей версии были. Знаете, у нас главная стратегия – это получить от игры удовольствие максимальное. Поэтому здесь мы остались ей верны, наверное, больше расслабились и просто получали удовольствие. Команда первого «Приднестровского» записала сразу пять выпусков. 10 февраля стартует второй тур. Но мы забегать вперед не будем. Кайфуем, получаем удовольствие. Нам нравится то, что мы делаем. Команда нравится играть. Много интриг, противостояний. Постоянная борьба. Похожая и на спорт, и на интеллектуальную битву. И я думаю, что многие… Главное, что наши зрители много узнают про Приднестровье. И, в принципе, и про какие-то другие исторические подробности, детали. И поэтому мы это делаем с удовольствием. Для учителей большой перемены – это шанс отыграться. В прошлый раз команда уступила многограннику. Молодежный парламент тоже настроен серьезно. Удастся ли молодым депутатам одержать две победы подряд? Или все-таки преподаватели возьмут верх? Узнаем уже завтра в 20.40. В стране легенд всегда интересно.